коллеги добрый день рада приветствовать вас на площадке международного университета global coaching меня зовут татьяна русу я преподаватель университета global coaching и сегодня у нас с вами очень интересная тема сейчас я жду присоединения романа дусенко да вот роман к нам должен присоединиться одну минутку я приглашу романа как много у нас коллег присоединяется это здорово так роман я в двух словах расскажу откуда возникла идея этого прямого эфира как я уже сказала я преподаю роман привет привет одну минутку я расскажу откуда появился этот прямой эфир почему вдруг решили провести как я говорила я преподаю университета global coaching и когда мы завершаем программу у нас есть последние вебинары на четвертом модуле где каждый будущий коуч рассказывает о себе как он будет себя продвигать как он будет предлагать свои услуги потенциальным клиентам и вот когда я слушала выступление романа это было восхитительно во первых насколько это было качественно и хорошо подготовлено насколько это было красиво сделано и меня очень зацепила вот эта фраза который роман ты тогда сказал что как выйти коучу на доход когда ты имеешь ноль опыта и в общем-то пока еще ноль денег на то чтобы себя раскручивать и роман так легко об этом рассказал что у него уже был этот опыт через который он проходил что мне прям очень захотелось чтобы ты поделился как как можно больше с нашими с нашими выпускниками с нашими студентами начинающими коучами и вот сегодняшний эфир я хочу чтобы мы посвятили именно тому чтобы подумать а как вот самые самые первые шаги рассказывать о себе когда еще страшно когда ты не уверен когда кажется кругом все такие монстры а ты такой вот только-только начинающий мы вот твой пример собственно показывает что можно прямо в космос сразу отправиться роман тогда расскажи в двух словах кто ты сейчас уже ты же не начинающий коуч ну коуч ты начинающий но что-то остальное у тебя уже прямо на очень высоком уровне рассказывай делись коллеги всем привет татьяна огромное тебе спасибо и спасибо институту нашему прекрасному что нам согласовал этот эфир и вообще что мы здесь сейчас в обществе таких прекрасных опять же коллег наших всех все на самом деле и сложно и просто одновременно и ты знаешь хочется очень многому всему поделиться рассказать и конечно же здесь очень важный вопрос заключается в том а что действительно человек хочет и всегда вот мы начинаем с этого и в нашей работе вот как коучи да я у меня очень большой был жизненный путь и если кому-то интересно на страницах инстаграм и фейсбука я вдруг ни с того ни с сего к своему дню рождения решил такой делать такой овервью своего пути я 30 лет в бизнесе то есть начиная с 1991 года да и это таких знаешь три больших витка карьеры первый виток это предпринимательство это 90-е годы когда мы там когда было возможно просто начинали рисковали всем чем можно это было и взлет и очень и обанкротство и были только момент что у тебя и денег не было поэтому понимание что такое там начинать с нуля она она у меня есть и она как бы в моей жизни знаешь представь например такую картину что ты идешь вдоль какого-то определенного магазина большого красивого и а у тебя в карманах нет денег но ты еще помнишь что еще вчера этот магазин принадлежал тебе да потрясающий опыт и ты знаешь как бы там люди с которыми я работал это вот люди которые сегодня уже стали такими легальными бизнесменами раньше это были немного другого формата люди они говорили в жизни нашей вот есть такая фраза интересная я не раз переходил с вареной колбасы на копченую и обратно иногда были периоды там и без колбасы знаешь но это сейчас кажется знаешь такой как бы шуткой какой-то такой смешной но на самом деле это характер и характеристика наверное человека любого из нас а готов ли ты встретиться лицом к лицу с проблемами и вопросами связанными с тем что у тебя что-то может не получиться или вдруг что-то пойдет не по плану и конечно так как мы сейчас максимально были в обществе когда все ходили на работу у всех была работа да и вообще понимание обществом что ты обязана работать и ходить на работу это была классическая такая модель я сейчас перечитываю мартин и дэна джека лондона и ты знаешь я вот во многом узнаю себя в нем да в том числе вот когда он боролся с такими общественными взглядами и я не как первая моя волна там жизнь это предприниматель как я уже сказал и вторая волна это работа в банке после 10 лет работы предпринимателем я 16 лет проработал в банках и это было первое мое я пришел на работу в банк когда мне было 30 лет это была моя вообще первая работа когда я кому-то подчинялся то есть до этого я всегда сам определял что мне нужно делать а в 30 лет я пошел и понял что к чему-то подчиняться я сейчас кратко расскажу что было понятно да ну слушай очень интересный опыт я прошу прощения буквально секунду коллеги вы смотрите насколько отвлекает отвлекается на мы тоже приходим когда в коучинг мы кардинально меняем свою парадигму и знаем и переходим свободное плавание свободное знаем так что роман очень интересно отвлекается да и в 2012 году когда так получилось что моя банковская карьера была связана с я начал на дальнем востоке переехал в москву а потом я вышел мы зашли мы создали свой финансовый проект стартап я об этом буду рассказывать как раз там в следующих постах своих фейсбуке вот и мы купили банк и этим банком нужно было управлять а мои акционеры люди состоятельные состоявшие сказали знаешь мы как бы не готовы куда-то ехать я поехал в продать и в общем прожил там три с половиной года и мне удалось этот банк реанимировать продать это был такой первый финансовый успех серьезный после предпринимательства вот и я приехал в москву поступил бизнес школу Сколково пошел на новую работу и я понял что я в москве вообще никого не знаю то есть после того как я в четвертом году приехал я в седьмом году уехал и вернулся в москву в одиннадцатом году и мне захотелось как-то вот создать вокруг себя какое-то общество познакомиться с людьми а тогда не было еще там такого огромного количества нетворкингов и я придумал по сути такой один из первых таких крупных проектов я думаю что многие его помнят это был бизнес завтрак и каждую пятницу в течение трех лет я проводил бизнес завтраки это был гостиный двор я приглашал каждый раз новых спикеров и мне тогда работающему я был тогда председателем правления я мог себе позволить в пятницу пойти там не на работу а в ресторан я приглашал разных спикеров и мне было интересно понять а как они добились успеха ведь мне же тоже хотелось быть там как тому самым марта ныдану я хотел безумно славы успеха и все остальное и мне в принципе было понятно почему я сижу рядом с человеком я председатель правления успешный банкир там а он там своем там родислав гандапас там там но многие многие другие были люди а в какой-то момент вдруг я задал себе вопрос эти люди чего-то добились вот в своей профессии но если ты стремишься в ту профессию а ты чего добился в ней я понял что ответ у меня нет то есть я как бы там был предпринимателем я был банкиром но с точки зрения вот этого нового проекта знаешь когда ты коллеги это у меня подвис это я зависла да запись эфира обязательно будет я так предполагаю что у романа произошли проблемы с сетью ну к сожалению интернет так иногда себя ведет коллеги я думаю что вы останетесь с нами потому что ну вот вот это вот постоянные перемены и быть и быть вот вот там куда ты хочешь как попасть вот в эту вот новую парадигму как вот изменить свое мышление чтобы там оказаться мне кажется это вот самое блажное что необходимо коучу потому что вот я помню себя как я приходила тоже из из компании когда я приходила ну в общем-то с хороших высоких должностей и переходила вот в это свободное плавание когда уже ты несешь ответственность только за себя это нужно не просто поменять дислокацию не просто ты выходишь из одного из одной компании переходишь другую первую очередь нужно изменить в голове и очень важно вот этот момент прям кардинально в себе отследить мне в тот момент очень сильно помогли коуч сессия ну понятно что сапожник у нас в данном случае не сапог ну вот очень важно перерабатывать именно свое мышление каким образом я могу быть с этими людьми которые успешно как я должен думать чтобы быть таким же как и они вместе с ними рядом вот жалко что роман сейчас отсоединился я думаю что ему очень много будет рассказать потому что с одной стороны он и руководителем смысле предпринимателем был и с другой стороны уже со стороны со стороны собственно коуча человека который предоставляет услуги так роман рады с нами да я здесь ничего бывает ой опять интернет пропадает да что-то вот видимо сильный мороз сильный сильные морозы где ты сейчас сильный мороз сколько у тебя там да на самом деле ты знаешь я в москве но вот как видимо потому что что-то какие-то с природными катаклизмами сейчас вот такая ситуация ты рассказывал как ты ты рассказывал как ты организовал бизнес завтраки и сидел с этими рядами людьми и думал о том а как собственно говоря я могу показать что я такой же эксперт да и вот с точки зрения того что ты сотрудник по найму у тебя есть определенная стоимость твоя стоимость равна твоей зарплате а когда ты говоришь о том что тебе хотелось бы поделиться с кем-то тем то что ты знаешь то твоя стоимость равна ровно тому а сколько тебе готовы платить за твои услуги твои консультации и в какой-то момент я подумал о том что да я готов к тому чтобы вот люди платили мне деньги за то что я уже обучаю их но каково было мое разочарование когда ты успешный предприниматель там в прошлом ты успешный топ менеджер в 2013 году я принял решение уходить из знаний в 2004 году я уволился из банка я лишился всех корпоративных благ это было кризисом таким для в то время еще моей жены которой когда у нас была семья вот и она была в большем чем я потому что для женщин очень важно понимание стабильности соответственно я как бы ну вдруг ни с того ни сего там говорю вот я теперь консультант я теперь хочу быть там коучем консультантом ментором там ну а рынок мне говорит собственно ну и что там ну ты хочешь хоть и сколько хочешь да 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 там я говорю а я хочу выступать рассказывать ну и что а кому интересно то что ты говоришь по сути ты получается ты вышел на чистый лист это это ты сам о себе высокого мнения да ты сам думаешь что ты что-то можешь как-то там двигаться вперед и это было очень жесткой посадкой это примерно знаешь сравнимо с тем что когда ты оказался без денег или ты обанкротился к счастью с деньгами у меня вопрос был решен и финансовая подушка позволяла нашей семье продолжать тот же самый уровень жизни которым собственно говоря там мы жили в целом мы продолжали путешествовать все остальное но работа моя превратилась из того что я ходил в офис в сидении за столом за письменным у себя и пытание попытками придумывать что делать и первые попытки придумывания они были конечно совсем что я очень много читал деловой литературы я пытался как-то эту деловую литературу адаптировать под себя для того чтобы сформировать некий свой взгляд свой какой-то продукт и я потом подумал что я реально могу и умею и я вспомнил что я провел там действительно огромное количество собеседований я провел проговорил с огромным количеством людей которые были кандидатами я понял что я могу людям помогать выстраивать карьеру и вот наверное года два с половиной я пытался выстраивать свою работу в карьерном консультировании сначала это было бесплатно я понял там написал в фейсбуке а ребята кто сейчас ищет работу давайте я вам помогу и вот я помню как знаешь я случайно в ютюбе нашел у себя первую свою видео коуч сессию где я там достал свои под еще такой под два я помню еще был тогда вот я там что-то человеку рассказываю там и тогда я погрузился в мир маркетинга я понял что очень важно понять и позиционирование бренда все это мы делали для своих структур и тогда у меня произошло знаешь такой мэтчер между тем что все что ты делал в корпорации все то же самое прикладывается человеку то есть технологии техники 90 процентов коучингов инструментов люди управленцы используют в менеджменте но только как бы их надо уметь как-то использовать вот и соответственно ты просто начинаешь это своего своего рода этим этим заниматься и вот я помню я там одному второму третьему появился продукт первый это был аудит резюме я себе дал задачу провести 100 аудитов резюме я написал ребята там фейсбуке провожу 100 аудитов резюме я реально провел 100 аудитов резюме разработал красивый шаблон ты знаешь тебе понравилось все что я делаю а я сразу стремился к красоте я сразу заказал дизайн чтобы это было круто чтобы у человека был вау эффект когда он открывает я понял что я это делаю и потом я начал продавать какие-то первые свои там сессии действительно как бы с точки зрения коучинга айсиев я вот молодой совсем там коуч мы там в декабре с тобой закончили там я получил пед но с точки зрения коучинга вообще такого какого-то знаешь таком в общем формате я наверное это тоже достаточно много лет как раз там наверное с 14 года я уже пытаюсь это что делать вообще на самом деле управление в стиле коучинг когда ты сотрудниками разговариваешь не ставим задачи а пытаясь понять что он думает по сути это такой был мой демократический стиль управления который я придерживался долгие годы но вернувшись к вопросу да и вот тогда я помню я продал первую первый свой коучинг наверное за тысячу рублей или что-то в этом роде и это был колоссальный успех какой год понятно что ты знаешь это был наверное 2015 год вот и я не думаю что это это деньги конечно же никак не решали никаких задач и конечно же они никак не связаны были с жизнью но это были первые заработанные деньги знаешь это вот как опять же я такие параллели первые как в книге опять же мартин это первый гонорар за его работу которым получила какого-то там еженедельника да ну а дальше это уже просто высочайшая трудоспособность постоянная работа и постоянное вот демонстрирование формирование себя есть много способов развивать свой бренд и я помню сейчас читаю когда профессионалов они говорят знаете самый лучший способ но он самый долгий заниматься регулярной работой над своим брендом не менее трех лет я так потому что реально уже семь лет каким-то образом формирую свой бренд и вот на сегодня это я могу сказать что на сегодня и наверное это где-то только где-то в середине пути роман а вот ты так рассказывал как ты переходил постоянно из одной из одного состояния другое вот насколько это возможно уложить в некую систему вот то что ты сейчас рассказываешь это звучит как такая очень хорошая сексестория да можно прям книжку написать но тем не менее вот каждый раз когда ты читаешь эти книжки думаешь а как мне вот это вот на себя то натянуть вот что какую схему ты мог бы предложить понятно что вот скорее всего схема будет понятна сели начали работать выработали продукт пошли продукт продавать но вот такие вот фишки ты понимаешь что вот есть наши коллеги которые закончили вместе с тобой вот если бы они пришли сказали роман расскажи нам как это делать вот чтобы ты им посоветовал с чего начинать как вообще двигаться какая может быть схема ну во первых огромный привет всем моим однокурсникам и спасибо вам за поддержку которую мы друг друга оказывали это очень важно и ты знаешь на удивление я наблюдал за ними и за собой в том числе концу нашего обучения многие уже определились ведь благодаря тому что мы делали очень много практики получилось так что люди уже в целом поняли в каком направлении им двигаться кто-то стал семейным то есть сейчас я прошу прощения ты про нишу ты сейчас про нишу говоришь что первую очередь определиться с нишей да но это не так просто на самом деле хотя к кому-то это приходит быстро ну например у нас была прекрасная девушка наркоза ты помнишь да она такая у нее такой голос что можно было часами ее слушать она прекрасная мама жена у нее трое детей и она говорит я про семейные ценности да вот я вижу что наши всем привет например там катя белаша написала работаю со страхами круто вот прямо в точку да то есть у тебя страх ты все туда к кате вперед там да но мне было очень трудно потому что когда ты руководитель ты по сути не профессионал ни в чем и тебе нужно там знаешь как-то было какую-то копать какую-то углубленную нишу в которой тебе надо стать профи да и конечно там но что это управление там это люди и вот я понимаю что это именно это я и делал и если приводить к алгоритму алгоритм очень простой просто пробовать надо делать заниматься вот приходит и просто вот ну как бы покойный мой друг андрей парабеллум я считаю что он гуру с точки зрения развития позиционирования и упаковки коучинга как бизнеса он конечно же не про коучинг и сев был но он про то как любому человеку если ты обладаешь экспертными знаниями превратиться в консультанта ментора и возможно коуча и там все было очень просто чтобы тебе понять что ты хочешь возьми проведи сто консультаций проведи сто сессий пусть тебе приходят все люди какие угодно и ты сам понимаешь вот пришли к тебе сегодня с семейными запросами работай но ты поймешь откликается к тебе это или нет и вот потом первое это понять в чем ты действительно можешь быть хотя на школу прекрасный айсейф говорит что ты не должен быть экспертом и ты не должен там высказывать свое мнение но сейчас я уже учусь на пятом модуле я понимаю что там это коуч работает силой своей личности и после того когда возможно ты уже понимаешь ты уже не даешь прямой коммуникации там но обладая экспертными знаниями в этом вопросе когда уже ты выходишь из роли коуча ты можешь показать еще одну картинку которая существует и в том числе это нравится тебе то есть и ты понимаешь пришли к тебе люди с семейными запросами ты поработал со страхами там чем угодно и рано или поздно появится твоя ниша в том что тебе откликается в том что тебе лучше удобнее не потому что ты хочешь навязывать свое мнение листать экспертом или ментор вполне возможно у кого-то может быть и такой запрос но первая задача это как бы вот фактически это вот понимание того что тебе нравится и тогда соответственно это же мы же мне бы очень хотелось сказать вот одну простую вещь все о чем мы говорим это про творчество и про деньги очень важно понимать что мы люди и мы живем в той структуре в трой системе когда если у тебя нет денег ты не можешь реализовать свои мечты ты не можешь помогать не можешь обеспечивать семью поэтому коучинг как профессия для зарабатывания денег тоже реально работает но чтобы их зарабатывать вы по сути коуч это такой же предприниматель это надо очень глубоко осознать коуч это не волшебник это не писатель не художник который хочет творить хочет не творит если ты коуч если для тебя это твоя работа ты предприниматель и твой продукт это коучинг но верни коучинг смысле как коучинг а решение той задачи в той узкой ниши за которых тебе приходит твой клиент и если ты теперь вот тут трансформация сознания должна произойти очень простая я предприниматель а если я предприниматель что я должен сделать а зарегистрироваться самозанятый предприниматель б понять в чем твое позиционирование какой твой бренд какой месседж ты отправляешь в мир и тогда начинать об этом говорить говорить миру но здесь тоже очень важный вопрос когда мы говорим то что ты предприниматель и то что ты например открыл страницу в инстаграме это вообще не значит что к тебе придут клиенты я наблюдаю за тобой понимаю сколько ты труда вкладываешь в то чтобы делать твои красивые stories все остальное но это не имеет прямой как это сказать прямой зависимость к тебе пришли клиенты да ты можешь упахаться елки-палки и уделаться этих stories но кардинально глобально может ничего не произойти но все это и все это является поддерживающим инструментом твоего бренда как опять же возвращаясь к правильно мне очень я очень разделял подход который делал я уже как говорил андрей парабелл 100 консультаций для того чтобы понять кто ты потом ты формируешь простой продукт когда к тебе обращается черт ты видишь у меня есть продукт и в нем есть три опции самая простая средняя и дорогая это раз второе то есть когда ты предприниматель ты продаешь продукт желательно продавать оптом это минимум там три-четыре сессии потому что по одной сессии продавать это вообще бессмысленно упахаешься и не замучаешься и так далее там под операционных издержек еще раз говорю мы смотрим как коучинг как на предпринимательство то есть как на бизнес дальше надо выбрать какой-то один канал коммуникации который тебе важен и если это инстаграм то это инстаграм если это друзья то это друзья если это корпоративные клиенты то это корпоративный клиент но правило хорошего тона сегодня говорит о том что у тебя должно быть некое онлайн позиционирование а это возможно инстаграм это может быть таплинк это может быть твой сайт но мы исходим из того что предприниматель в первую очередь он же работает в рамках ограниченных ресурсов и надо делать все то возможное что позволяет им делать сейчас есть инстаграм надо туда делать но чтобы туда красиво делать нужно опять же вкладываться делать фотосессии писать контент заниматься продвижением и вот получается что ты не просто становишься предпринимателем в области коучинга ты еще ее открываешь свой собственный бизнес второй в области инстаграма потому что ты автоматически становишься своим собственным маркетологом потому что если у тебя есть возможность ну конечно мы говорим тут ты . нанять агентство, и агентство будет заниматься твоим продвижением. Ты можешь нанять себе продюсера, и продюсер будет продавать твои вещи. Но мы говорим о тех людях, которые реально сегодня пришли, выпустились, и им нужно понять, что делать. Так вот первый шаг, как мы уже говорили, 100 консультаций, позиционирование, упаковка себя в какой-то продукт и попытка первых продаж. Вот если упаковка так, то вот это примерно звучит так. Сколько занимает времени, знает один Господь Бог. Это да. Слушай, знаешь, вот ты сейчас рассказываешь, я прям свой путь весь полностью узнаю. Скажи, пожалуйста, вот для меня самый, наверное, тяжелый момент был, когда тоже я вышла из компании, вот ощущение, что я осталась одна. Вот раньше было такое, что же такое большое за тобой, глобальное, был начальник, который был и хороший, и плохой, и вот ты теперь все, ты предприниматель, вот оно счастье. Как ты вот с этим ощущением, как ты его переживал? Ты абсолютно права, это очень важно, особенно, когда у тебя нет поддержки среди близких, когда ты вообще привязан сам к себе. Я думаю, что если бы у нас не было финансовой подушки, то мне рано или поздно пришлось бы пойти работать на работу, потому что все-таки реально я вышел на то, чтобы зарабатывать примерно сопоставимые с зарплатой, деньги, наверное, ну, года через три, через четыре такой серьезной работой. Да, так оно и бывает. Абсолютно так, да. И это не чистый коучинг был, так как у меня направление это B2B, я работаю с корпорациями, стратегические сессии, обучение и личные сессии. И сегодня я могу сказать, что там, условно говоря, ты там можешь формировать свой какой-то портфель заказов, и ты тоже видишь, наверное, я очень много езжу даже сейчас, всякие поездки, все остальное, да. И это тоже неотъемлемая часть работы. То есть это прекрасно сидеть в хорошем кабинете, с кожаным креслом, там принимать людей, да. Но к этому надо стремиться. Я уверен, что это классно. И есть, наверное, люди, известные наши современные коучи, но с кем бы с ними ни поговорить, у них у всех был тоже путь. И этот путь там 10-15 лет. Я знаю, что есть очень известная наша Мария Эмилия, например, у нее сессия стоит, какие-то баснословные, но она 30 лет в коучинге, условно говоря, 30 лет в психологии, да. И ты понимаешь, о чем там идет речь, да. Вот, поэтому, во-первых, это, конечно же, все-таки основа, это бренд. Потому что если ты зайдешь, и мы с тобой знаем, что там, ЮДУ или еще какой-нибудь агрегатор, коучинг, там тысячи людей. Тысячи людей предлагают. Это Красный океан. С точки зрения бизнеса, это Красный океан, где льется кровь, рубят головы, там отрезают ноги, руки и все остальное. Это, здесь нужно каждый должен для себя. Вот именно узкая фокусировка на нише позволяет вам из этого Красного океана выходить. Поэтому, если бы я, ты меня еще раз спросила, вот просто помимо поддержки, что еще делать? Это очень узкий фокус на то, с кем ты работаешь и какую тему ты для себя прорабатываешь. Ну, а, конечно, с точки зрения поддержки, я очень экстравертированный человек. И я находил поддержку в общении. И я понял, что мне надо просто что-то делать. Я тогда помню, я начал делать какие-то там скайп-конференции, скайп-конференции. То есть у меня же был опыт уже вот этого введения. И, в общем, я черпал энергию извне. Я продолжал проводить всякие мероприятия различные, там в онлайне, и в оффлайне. И даже вот я какое-то время очень активно занимался на радио, радио-медиа-метрикс. И когда она начиналась, Герман Клименко, помню, позвонил мне и говорит, слушай, я тут радио открываю, давай там через скайп будем делать. Я говорю, давай. Только я, говорю, в Испанию уезжаю на лето. Он говорит, да класс, ты будешь сидеть там на берегу и будешь радиопередачу вести. Слушай, знаешь, вот я помню тоже вот эти первые шаги, первое время, вот там откликалось на все. Вот, во-первых, хотелось общения, да. И каждый раз, когда кто-то говорил, а давай, я говорю, давай. Сначала говорю, давай, а потом думал, как будем этим разбираться. И вот это вот тоже, мне кажется, в том же ключе, что 100 клиентов, чтобы понять, кто твои клиенты, и как можно больше меру говорить давай, чтобы понять, а куда тебе хочется, с кем тебе хочется этот бизнес делать, куда двигаться и в каком формате. Знаешь, еще какой вопрос тоже хочется спросить. А вот ты тоже оборонил эту фразу, что вот был опыт, опыт руководителя, потом непонятно, куда не шиваться. Вот у меня был такой момент, когда я прям вышла в коучинг и сказала, все, а я в прошлом маркетолог, поэтому так, в общем-то, несопоставимый казался доопыт. И я говорю, все, на прошлом клест, начинаю, все с чистой страницы. И спустя какое-то время я поняла, что нет, вот прям с чистой страницы не получится, надо возвращаться в прошлое и брать оттуда опыт. Вот ты как с этим тоже решал этот вопрос? Ты знаешь, конечно же, вот это наш абсолютизм, максимализм, когда я там, о, я там без себя ничего не представляю. Ну как ты не представишь? Ведь ты же успешный руководитель, ты много всего сделал. Просто вот это, знаешь, желание, я теперь коуч. Это значит, что ты не просто коуч, а ты личность человека, обладающий навыками коучинга, со всем своим предыдущим багажом. И полная глупость от него отказываться, конечно, а надо просто понимать. Ведь рядом мы должны понимать, что в чистом коучинге, да, в жизни, и он редко встречается. И иногда разного клиента по-разному. И надо понимать, что, опять же, если вы хотите, ну опять, знаешь, мозг работает быстрее, чем язык сможет говорить, да. И мы говорим о следующем. Если стоит задача зарабатывать, да, то есть это становится основным видом бизнеса, то в первую очередь нужно понять, что если вы работаете на какой-то своей работе, не надо из нее сразу сейчас уходить. Надо выстраивать коучинговую практику, пока хоть какой-то доход от коучинговой практики не сможет сопоставить вашу работу, потому что прыгать в никуда, это очень опасно в наше время. Второе. Сегодня работа позволяет, работодатели сегодня идут на удивительные вещи. Удаленный режим работы, там, там, гибкий график, все остальное. Это прекрасно, это как раз ровно то, о чем мы когда-то мечтали в свое время. Это как раз позволяет заниматься любой другой профессией, в том числе коучингом в этом вопросе. Но если ты маркетолог, а я в прошлом управлении, так наши компетенции маркетинговые, менеджерские, это ровно то, на чем тоже нужно и можно зарабатывать, делая какие-то консалтинговые проекты. Опять же, используя коучинговые компетенции, в переговорах, во всем остальном. Вот удивительная вещь, вот и ты, и Света, я вам за это очень благодарен. Вы нам говорили всегда, что коучинг, это не чистое, вот как бы, ремесло. Внедрять коучинг это везде. С сыном разговариваешь, коучинг, там, с девушкой разговариваешь, коучинг, с молодым человеком разговариваешь, коучинг, там, везде. И просто надо это делать очень тонко, чтобы это было, знаешь, как-то так, профессионально. Вот, наверное, вкратце. Да, знаешь, еще вот о чем тоже хотела бы поговорить. К сожалению, ко мне это пришло не очень быстро, несмотря на то, что, ну, точнее, как благодаря тому, что я была раньше в маркетинге, в рекламе, мне казалось, что я могу сама все сделать. И Инстаграм двигать, и там какие-то соцсети, и в общем еще что-то. И в какой-то момент у меня все-таки пришло понимание, что я как эксперт, как коуч отдельно, а как маркетолог отдельно. И вот в какой-то момент я поняла, что нужно нанимать команду. Нужно приглашать людей, которые будут это делать экспертно. И вот эти вложения, они позволят мне освободить время и зарабатывать больше. В какой момент ты понял это? Я так понимаю, что ты тоже очень много вкладывался в то, чтобы это было и красиво, и правильно. Да, ты знаешь, а здесь все очень просто. ты считаешь, сколько стоит твой час. И ты понимаешь, чем ты занимаешься. Вот это очень простой, простая арифметика. Посчитай, это сколько стоит твой день, если ты будешь работать. И, а дальше ты начинаешь уже как бы понимать, тебе можно приобрести кого-то, или ты будешь делать это сам. И это самый простой ответ, который тебе позволяет ответить на все вопросы. Но, когда в мире везде все есть, везде очень много похожего, надо как-то стараться выделяться. Почему люди делают татуировки, красят губы в разный цвет, красят волосы. Тебе очень идет этот цвет. Вот так. Спасибо. Для того, чтобы привлекать себе внимание. Это классно. В этом мы и есть, вот, ну, как бы, в этом есть красота всего мира. Если бы все были одинаковые, ну, наверное, там и не было чего-то. Поэтому я понял, что нужна красивая презентация, нужен классный сайт. Но это все вторично, потому что изначально ты должен понять, кто ты, что ты. Там, я сделал там, у меня был первый сайт простой, второй там, да, это все развивается по, как бы там, по разному. Если посмотреть, например, отмотать там в Инстаграме мои публикации, там, грубо говоря, 2005-2006, тоже видно разницу в подходах. Мы менялись, фото менялись, качество фотографий, все остальное. То есть, поэтому я считаю, что как только вы понимаете, что стоимость вашего времени гораздо дороже, чем стоимость, например, там, человека, который поможет вам сделать контент-план в Инстаграме. Но здесь надо еще добавлять мультипликатор, а мультипликатор связан с профессионализмом. Что ты не знаешь, и что знает этот человек, который постоянно этим занимается. Возможно, он дорогой, но его советы могут реально качественно улучшить твой контент, твое восприятие клиентами и так далее. Поэтому здесь вот два таких, это постоянные весы, когда ты взвешиваешь, что тебе нужно, и что, как ты это все считаешь нужным делать. Да, вот соглашусь, ну, знаешь, вот из моего тоже опыта я наблюдаю, иногда студенты заканчивают обучение, и тут же бегут, знаете, вот сейчас я сделаю собственный сайт, вот, собственно, найму команду. Вот не имея того, о чем ты говорила в начале, не имея четкого позиционирования, не понимая, кто я, с кем я, куда я хочу двигаться. Вот это вот первоначально. А сайт, это уже, наверное, вот такой второй этап, который позволяет вот это все свое понимание о себе собрать. Знаешь, есть один маленький нюанс, ну, как мы говорим, да, здесь может быть два варианта развития событий. Можно идти диалектическим путем, а можно идти революционным, всегда же такое было, да, и вот, например, если у человека есть возможности финансов, он делает классный сайт, нанимает хорошего таргетолога и начинает гнать трафик, и вот здесь наступает самое интересное, и у него появляется много заявок. И вот эта вот задача переработать их, понять, дать качественных клиентов, нет ничего хуже отрицательных отзывов или отзывов, которые, ну, как бы там влияют на твою репутацию. И все, что у нас с вами есть у коучей, у консультантов, это репутация. То есть, и репутацию потерять очень легко, а вот заработать ее, это очень сложно. Однажды у меня был такой кейс, я работал с очень крупным человеком, у нас крупной компанией, собственником, который поставлял в еще один крупную российскую сеть. И я ему сказал, что, знаешь, я знаю генерального директора этой крупной российской, мы с ним вместе сколько учились. Он говорит, ну, я сейчас с тобой не буду работать. Я говорю, почему? Ну, ты же все ему расскажешь. Я говорю, знаешь, твой контракт с тобой, со мной, стоит х тысяч рублей. Моя репутация стоит мне мою жизнь. Неужели ты думаешь, из-за того, что я подпишу с тобой договор, я пойду сейчас расскажу все ему, чтобы заработать на тебе вот эти х рублей и испортить свою репутацию, после которой ты скажешь обо мне, что я не профессионал. Он такой подумал, 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 ну ладно, давай будем работать. Ну да, репутация, это действительно очень важно. Это то, что бежит впереди тебя и то, что ты создаешь. Да, 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 говори так. Как в институте, я помню, знаешь, там первые три года зачетка работает на тебя, а потом в оставшееся время, то есть нет, ты работаешь на зачетку, а последние годы уже зачетка работает на тебя. Вот так и здесь. Три года ты вкладываешься и потом твой бренд уже, собственно, тебя поддерживает и репутация. Но, ты знаешь, я вот еще хочу сказать, что есть технологии, которые позволяют сразу быстро стать востребованным. И это действительно можно. Вопрос цены, сколько это стоит. То есть, я могу сказать про такие цифры, опять же, изнутри зная эту систему, что при, вот, есть топовые там коучи, я просто знаю, что они работали там с Андреем и мы с ним делились. Запуск такой программы там стоит несколько миллионов рублей. Но и оборот, который они получают, он тоже сопоставим с этим. Но это уже целые команды, как ты правильно говоришь. И здесь динамика следующая. Ты, твой администратор, ты выходишь на какой-то объем, там, например, там, 300 тысяч рублей в месяц. Там твой администратор и маркетолог. Это уже там, условно говоря, ты можешь позволить, там, 300-500 тысяч. Там, чтобы выйти на миллион, тебе нужен ты и там 2-3 человека еще с лзы. И тогда, и ты понимаешь, что вот дальше, а дальше идет уже по количеству людей, прибавляемых в команду, некратно увеличивать твой доход. И чтобы выйти, например, там, на 3-5 миллионов, у тебя должно уже трудиться, там, 5-7 человек. А это уже серьезно. Это, по сути, уже, это как маленькая корпорация. И как я заново все хочу откатиться на самую первую фразу. Коуч – это лишь название. Если ты просто хочешь носить название коучем, ну, все нормально. Но если ты хочешь этим заниматься, это бизнес, структура, люди, маркетинг. Это предпринимательство. Да. Это предпринимательство. При всем при этом, постоянно развивая себя, в соответствии с компетенцией МСФ, как коучем, развивая, вкладывая себя и все остальное. Но это реально, это механизм бизнеса. Слушай, у нас немножко времени остается. Я бы хотела, знаешь, еще раз вернуться вот все-таки на первые шаги. Знаешь, что интересно? А вот можешь ли рассказать про твой опыт, когда ты пришел к клиенту, понимая, что там, ну, позади тебя, по сути, пока еще ноль опытов в консультировании, пока еще у тебя есть красивая презентация, и вот это вот страх, когда ты понимаешь, а вдруг ты самозванец, ну, все равно вот оно присутствует у многих. Как ты вот с этим справлялся, как вот этот самый первый клиент, которому ты себя преподнес именно как классного специалиста? Не просто вот сто сессий подряд, а вот уже ты себя предлагал на таком высоком уровне. Знаешь, мы с тобой как-то говорили тогда, помнишь, ты мне сделал такое, слушай, Ром, ну, после этой презентации слово бесплатно слышится как-то очень, ну, оно режет слух. Я тебе могу сказать, что вот когда я начинал, ну, я однозначно отмел возможности устроиться куда-то по найму, и хотя у тебя была действительно реально очень высокая, крутая карьера за 16 лет, которую я построил и в себе, я понял, что в другой карьере на это опираться можно, но она тебя не продает. И я тогда взял 10 своих знакомых и говорю, ребята, вот давайте я вам, ну, я тогда говорил не про коучинг, а тогда у меня были, мне хотелось вот проводить тренинги по лидерству. Я говорю, давайте я вам проведу тренинг по лидерству. Из 10 бесплатно проведенных тренингов через там какое-то время 5 ко мне вернулись и заказали у меня платные. То есть сегодня очень трудно, вот даже сейчас, представляешь, я тебе приведу простой пример. Вот я веду переговоры с одной нефтяной компанией сейчас. И там сегодня они буквально мне прислали, да, ваше КП, все отлично, все хорошо, прочитайте, пожалуйста, свои дипломы, где вы учились там тренингу, там и что-то еще. Бог ты мой. Я говорю, ну где я возьму дипломы, где я учусь тренингу? Там я 10 лет, там или сколько там, 7 лет, я работаю там, вот, и все остальное. Они же мне так смотрят таким удивленными глазами. Нет, ну конечно, типа там, мы понимаем, а, знаешь, какая интересная еще штука. Я помню, мы с моим другом в начале 90-х, как только все это началось, соревновались. Ты вводишь в Яндекс свою фамилию, и ты смотришь, сколько нашлось там этих результатов. Да-да-да, было. Всегда было много, и все остальное. Я там как-то, а я сегодня свои старые диски перебираю, и смотрю там, Роман Дусенко по запросу найдено там 4 тысячи там страниц. А я думаю, о, ради интереса, что мы сегодня веду. Роман Дусенко, найдено более 5 миллионов там этих. Думаю, есть какой-то результат. Да, растет популярно. Но все-таки, если мы говорим о том, что нужно продавать себя, это действительно нужно продавать, и продавать нужно результат. Мы говорим о том, что какой бы ни был опыт, даже если его нет, если люди, то есть тебе заинтересованы, можно продать. Опять же, что такое продажа между тобой и корпорацией? Это продать человек человеку. Здесь нужно понравиться человеку. Нужно показать, что ты действительно в этом разбираешься. Возможно, если у них возникает сомнение, спросить, а в чем сомнение? У вас нет опыта. Окей, хорошо. Давайте так, тренинг двухдневный, первый день провожу бесплатно, если вам понравится, второй за деньги, вы оплатите мне всю стоимость. Окей, окей. Допустим, что-то еще. Давайте я вам сделаю дополнительно что-то еще. Давайте я вам, например, сделаю какой-то учебник. То есть какие-то фишечки, которые должны быть. И всегда стараться, мне кажется, я вот это делаю, вау-эффект. И вот это, ты знаешь, я для себя последний раз в нашей работе разработал, как я уже говорил, три основных миссии, которые делаю. Это моя ответственность перед клиентом. Клиент имеет право на лучший от меня результат. И клиент должен испытывать вау-эффект от результата. То есть вот эти три момента, которые тебе говорят, как ты работаешь с клиентом. И в целом, можно прямо об этом говорить. И говорить, хорошо, а как вы считаете, что можно сделать? И все. Всегда есть, знаешь, у нас в Сколково на огромной стене написано такое слово. Оно очень похоже на русское, но это не то. Написано ZOPE, ну или ZOPA. Но не буква Z, а буква Z. Так вот, это называется Zone of Potential Agreement. То есть всегда у двух сторон есть какая-то зона, в которой вы можете договориться. И вот надо задача вот в эту зону прийти. Даже если нет опыта, то надо стараться, ну как бы продавать. И еще раз, очень важно, я все время об этом скажу, если вы приняли решение быть коучем и заниматься этим бизнесом, первый навык, который у вас должен быть, это навык продаж. А слушай, вот я уверена, что сейчас у многих наших коллег, начинающих, вот этот вопрос, и какой же результат ты продаешь вот с точки зрения коучинга. Что для тебя результат, что для клиента? Это очень сложный вопрос. И каждый раз спрашивая меня об этом, я все время переписываю эту свою бумажку, на которой я себя как бы там где-то вот помечаю. Результат, наверное, все-таки очень простой, как бы, как мы говорим. Мы коучи обладаем техниками, технологиями. И благодаря этим технологиям мы позволяем человеку решить стоящую перед ним задачу. И, наверное, здесь мы, получается, продаем решение как бы упакованное. То есть, а так как ты уже сфокусировался на чем-то, там, Катя на страхах, Наркиза на семье, а я на бизнесе, то я могу говорить о том, что я помогу составить, например, поставить бизнес-цель, разработать персональную стратегию, понять, как выйти из бизнеса. Но не в смысле я это буду делать за него. А я, если он ко мне на мою сфокусированную тему приходит с этим вопросом, обладая коучинговыми технологиями, ты помогаешь человеку самому решить его задачу. И он уходит с этим решением. Но получается, он к тебе пришел с запросом и ушел с решением. Соответственно, ты говоришь, я даю тебе вот это решение. То есть, помнишь, как в фильме «Человек с бульвара капуцинов» «Делай мне монтаж». Вот это взяли, убрали момент, и человек пришел с запросом, и результат. И вот ты говоришь, что, в принципе, тот результат, с которым человек уходит, можно реально смело писать. Да-да-да. Вот, кстати, знаешь, я как раз хотела сказать коллеге-коуче, мы же, когда завершаем сессию, мы говорим, скажи, пожалуйста, что для тебя было полезного сегодня в нашей встрече? И клиент говорит, мне было полезно, тот, тот, запишите себе. И вот, когда у вас наберется достаточно таких вот результатов сессии, полезностей, вы из них уже можете увидеть, а какой, собственно говоря, результат вы чаще всего даете клиенту. У меня как-то так получилось, что многие клиенты говорят о том, что благодаря сессиям они быстрее принимают решение. То есть вот у меня, знаешь, маятник вот в эту сторону скорости. Поэтому я часто тоже говорю, вот со мной вы решите задачу быстрее, сэкономите на времени, ну и, соответственно, на деньгах. Клиенты подсказали? И еще один лайфхак, можно сказать, что когда человек к вам обращается, вы им все время надо спросить, а почему вы решили обратиться ко мне? И человек говорит, о, потому что вы там, Роман, тот, и тот, я-то себе записываю. Раз, пожалуйста. Да-да, кстати, важно записывать. Я такой-такой-такой-такой-такой, да. И вот когда наберется какое-то вот это количество, а почему, да? И еще очень важный момент. Надо иметь смелость спросить, вы готовы со мной идти дальше? И здесь вот просто замолчать. И клиент скажет либо да, а все, что дальше скажет, кроме не да, нас уже не интересует, это уже не наш клиент. И не надо терять на него время. Даже до свидания и трубочку положили или отключили зум. Вот больше всего не надо фокусироваться на том, что кто-то вам не сказал да. Если он не сказал да, это значит, он не готов, он не готов платить деньги. А если вы зарабатываете бизнесом, это представьте, что вы открыли магазин и раздаете продукты или товары бесплатно. Будете ли вы это делать? Ну, скорее всего, нет. Соответственно, не надо бояться. Спасибо. Вы готовы со мной идти дальше? Хотели бы со мной дальше работать? Не рассказывайте про цены, ни про чего, то есть не про условия. Сначала спросите. Хочет человек идти дальше? Да. Мои условия такие-то, такие-то, такие-то. Вот ссылка на оплату там, ну, все расскажу. Слушай, очень интересный совет. А скажи, вот в завершение, к сожалению, вынуждены завершать, да, времени у нас уже целый практически час пролетел. Вот скажи, пожалуйста, неоднократно мы с тобой возвращались к теме того, что коуч – это прежде всего бизнес, это предприниматель. Вот какие самые главные качества нужны предпринимателю? Просто чтобы здесь вот коллег тоже сфокусировать, что коуч – это прекрасно, но вот эти качества тоже надо прокачивать. Что думаешь? Здесь я как-то вспоминал, знаешь, моей любимой программой на компьютере был Excel. Это значит считать. Ну вот это честно, как бы раз. То есть затраты, доходы, бизнес, прибыль, все остальное – это надо делать. Второе – это не бояться того, что что-то не получается. Должен быть запас силы и смелости идти вперед. Потому что, а, сейчас еще раз повторюсь, коучинг – это красный океан. И конкуренция высочайшая. И конкуренция, к сожалению, она идет ценовая. Люди снижают цены, ну, на услуги. И в этой ситуации ты либо поддаешься панике и тоже начинаешь снижать цены, либо тогда ты должен действительно нести в себе какую-то ценность. А ценность эта формируется из твоего прошлого пути, как мы сказали. Все, какой ты был. Вот этим-то ты ценен на самом деле, как коуч. Твои вот этими знаниями, опытом, прежней жизнью. И вот это отсутствие страха, как бы, ну, надо понимать. И, конечно, прежде чем нырять в предпринимательство, открывать франшизу бургерной, не знаю, там, строить салон красоты или становиться коучингом, коучером, да, или коучером, не знаю, как правильно, нужно четко понимать, а на что ты будешь завтра жить. И в этом смысле все очень просто. Мы видим в Инстаграме красивые истории, но не всегда это так. И за 90% случаев это, возможно, наоборот, не так. Поэтому, первое, это нужно понимать. Если работаете на работе, еще раз прекрасно, работайте. Если у вас свой бизнес, продолжайте, внедряйте, пробуйте, параллельно развивайте. Не надо делать опрометчивых шагов, чтобы потом не зарочароваться, не разочароваться. И мы разочаруемся не в коучинге, а в своей способности быть предпринимателем в области коучинга. Вот это вот важная, принципиальная вещь. Я еще раз хочу всем сказать, что мы коучи, не в смысле потому, что нам платит государство, или нам какой-то там меценат, Роман Владимирович, не хотите вы ли на Кипр полететь, вот там вертолет, самолет, спасибо, конечно, да, а что мне за это делать? Покоучите, пожалуйста, 100 человек, да, легко. Нет, чтобы тебе полететь на Кипр, на твоем личном самолете, тебе надо впахивать там, и ты понимаешь, почему и как, сколько. Так вот, это очень важный момент. Все-таки коучинг, это не просто удовольствие. Если ты работаешь на корпорации, и ты как бы вот Катя написала, остаться в жопе, вспомнила пост. Был у нас такой случай с одним моим клиентом. Клиент приходит и говорит, я хочу уйти с работы, уволиться, хочу стать коучем. Я говорю, а может быть, есть другие какие-то варианты. А еще было такое вот состояние, да, что вот я прям хочу себя заставить попасть в тяжелое состояние. Зачем? Ну, и мы возникаем в вопрос. Поэтому, друзья мои, представьте, что коучинг для вас это открыть бургерную. Ну, какие бы вы стали делать действия, чтобы открыть бургерную? Ну, все то же самое, только здесь продуктом не бургеры, а ваши знания, навыки, опыт и все. Таня, огромное тебе спасибо и привет нашему замечательному институту. Роман, такой был интересный эфир, и мне больше всего нравится то, что вот действительно ты рассказал о том, как это происходит реально, без прикрас, без вот этих вот воздушных облаков. То есть, коучинг – это бизнес. Нужно идти туда с открытыми глазами и относиться к этому действительно серьезно, как в постоянной, рутинной работе. У нас есть классный продукт, у нас есть классные компетенции внутренние, которые очень сильно нас прокачивают, но бизнес есть бизнес, и его придется, приходится делать. То есть, брать свои услуги, брать свои прекрасные качества, оставлять их для клиентов, а самим работать и создавать свою бургерную, которая называется коучинг. Спасибо тебе огромное. Коллеги, спасибо вам. Вы молодцы, что присоединились сегодня. Я надеюсь, что этот эфир будет очень полезен, и мы обязательно его сохраним. Роман, спасибо огромное. Успехов тебе. Да, спасибо, Тань. На связи, ребята. Всем на связи. Если кому-то нужно что-то спросить с удовольствием, всем всегда отвечаю. Подписывайтесь на Романа. Я думаю, что у него будет много полезного контента. Пока-пока. Пока-пока.